Сири, как перестать орать чаечкой? Это интересный вопрос. А ответ будет? Я не совсем понимаю. Вот и мы не понимаем. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Привет, просветители. Ну что, и на улице студентов наступил праздник. Не все же время только в школу новые предметы добавлять. Этот контент не закончится никогда. О чем поговорим сегодня? Начнем со свежей и обязательной для студентов всех российских вузов дисциплины. Она ворвется в расписание уже с этого сентября. А во второй части вас ждет импровизированная рубрика «Убойное чтиво». Или, что курили авторы этого, куска текста. В общем, должно быть весело. Всем, кроме студентов. Ежедневно я получаю массу комментариев от школьников, студентов, учителей и преподавателей. Да, я такая звезда. Куда деваться. Часто со мной соглашаются. Порой спорят. Но, пожалуй, я еще ни разу не встречал мнения. Нам нужно как можно больше оторванных от жизни предметов. Что-то занятий, напрямую связанных с моей будущей профессией, как-то подозрительно много развелось. Под каждой новостью об очередных нововведениях в вузах в моем телеграме, кстати, можете подписаться, вы обязательно найдете студентов самых разных факультетов с одним и тем же сообщением. А можно нам больше часов на профильные предметы? Нет. Из чего удумали? Вы, конечно, можете возразить, что высшее образование и предполагает некое расширение кругозора. Большой набор предметов. И с этим глупо спорить. Но когда студенты педагогического вуза, да, я все про свое болото, простите, Сергей Сергеевич, про самую популярную среди абитуриентов профессию, отправляю в школу с зачетами и оценками в рюкзачке по логике, философии, истории России и другим, безусловно, важным предметам, но при этом ему никто даже поверхностно не объяснил, как тематическое планирование составлять, ну, это вызывает вопросы. У меня, правда, вопросов не возникало, но у меня мама учитель. И, к сожалению, комментарии нынешних студентов говорят о том, что это вовсе не особенность исключительно моего вуза. МГО, привет. Студенты хотят, чтобы университет подготовил их к работе. Я знаю, максимально странное желание. И, наверное, в ответ на этот запрос на прошлой неделе Министерство высшего образования порадовало всех новостью. Видите? Порадовало. Я не всегда негативный. Красота в глазах смотрящего. Модуль по истории религии России будет включен во все направления подготовок в вузах Российской Федерации с сентября 2024 года, сообщил советник Департамента управления президента Российской Федерации по внутренней политике Павел Костылев. Сентябрь 2024-го. Отметим карандашиком. В 27 вузах страны новый предмет уже существует. То есть это уже не просто название в вакууме. И я предлагаю послушать, о чем говорят создатели этого курса. Для чего? О чем? Вдруг кто-то грешным делом решил, что это будет максимально нейтральный предмет. А-ля МХК. Ну, практически. Программа учебного курса истории религии России рассчитана на 72 учебных часа. Половина из которых приходится на лекции, половина на самостоятельную работу. Ну, хотя бы не 200 часов, и на том спасибо. И да, прежде чем кто-то в комментариях поспешит обвинить меня в негативном отношении к религии и так далее, ну, мы знаем и любим подобные комментарии, спешу напомнить, что я несколько лет в воскресной школе историю церкви преподавал. Ну, так, заметочка на полях. Сам курс нацелен на представление адекватных и актуальных знаний о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных российских духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности. Кто-то правда думал, что вам с сухим научным языком будут просто про историю религии рассказывать? Традиционные ценности! Студентам также расскажут об общности духовно-нравственных ценностей для верующих и неверующих, ценности семьи, гражданской идентичности и служения Отечеству. Разговоры о важном. Мы вас узнали. Снимайте маску. Я вообще не помню мелодию. Отдельная тема посвящена религиозному радикализму, а также рискам и угрозам в этой сфере. А вот это уже интересно и весьма полезно. Еще бы рассказали о том, как в светском обществе религиозные деятели активно пытаются влиять на жизнь людей, которые никакого отношения к их пастве не имеют. Я думаю, женщины точно поймут, о чем я говорю. У кого-то, конечно, может возникнуть вопрос. У меня, например, он появился. А зачем нам, в принципе, этот предмет, если в некоторых вузах и так есть религиоведение? В чем, собственно, отличие? И ответ на этот вопрос я получил. В идеологии. Не ответ получил в идеологии, а идеология. Это и есть ответ. Ну или в смысловых акцентах, если слово идеология почему-то не нравится. Завкафедра философии религии и религиоведения МГУ Ольга Бойцова рассказала, что курс служит дополнением к уже введенному курсу по истории Отечества. Госпожа Бойцова замечает, что принципиальное различие с уже существующими в разных вузах курсами по религиоведению заключается в смысловых акцентах. Ну, то есть, меньше науки, больше, что такое хорошо, что такое плохо? Здесь важна роль религии в формировании российской идентичности, патриотизма и этических установок, а не в истории развития самих религий в целом. Это больше идеологическая направленность, а не историко-религиоведческая. Ну, как я и говорил в одном из роликов, если в описании предмета появляется слово патриотизм, то заносить сразу. Без очереди. Вот его и занесли. Без очереди. Если кому-то вдруг показалось, что новый предмет неоднозначный, будем использовать такую формулировку. Все же понимают, что условному ветеринару или химику без истории религий в России, ну, просто никуда. Просто посмотрите, от чего. Тут даже, наверное, лучше фразы и не придумаешь. Бог уберег. Студентов психологических вузов. На прошлой неделе журналисты обратили внимание на новую дисциплину. Мне нужна шпаргалка. Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности. Появилась эта программа не абы где, а в базе ФГОС, Федеральные государственные образовательные стандарты. На секундочку. И когда люди открыли этот шедевральный кусок текста, многие, скажем так, немного удивились. Некоторые даже не немного. Как показал проведенный опрос выпускников ряда психологических факультетов, среди выпускников примерно 40% придерживаются ценностей, противоположных традиционным российским духовно-нравственным семейным ценностям. То есть еще есть психологи, которые не заявят своему клиенту, что он человек второго сорта, ему место в какой-нибудь резервации. Привет, Виталий Милонов, и гениальные инициативы. Привлечение вышеперечисленных выпускников к оказанию психологических услуг и психологической реабилитации ветеранов и членов семей погибших участников СВО представляет как минимум опасность для духовного и нравственного здоровья указанных лиц. Вот собственный ответ, почему этот предмет появился. Нужны особые, специальные психологи, которые поддерживают традиционные ценности, нынешние на свалку истории. Учитывая также активную идеологическую и информационно-психологическую войну недружественных России и государств, направленную на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, остров встает вопрос об их сохранении в российском обществе. Напоминаю, факультет психологии. И да, уважаемые авторы, у вас там буквка потерялась. Это если что-то документ официальный на сайте ФГОС висит. И я не про буквку. Может, тоже проверять будете, что вы там лапками по клавиатуре, не? Действительно. Психологическую войну недружественны России и государств. 5 баллов. Понятно, что я придираюсь, но еще раз. Федеральные, государственные, образовательные стандарты. Там фамилий среди тех, кто к этой программе имеет непосредственное отношение. Просто толпа. Ну, там, проверяют. Наверное. Рецензенты есть. Наверное. Корректоры. Наверное, присутствуют. Похоже, нет. В общем, в бочку к разговорам о важном. Там тоже никто ничего не проверяет. Как говорится, орфография покинула чат. Чат, 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 чат. За последнее время увеличилось количество социальных вызовов и угроз. Осуществляются ложные информационные вбросы. А бывают правдивые вбросы? Окей. Российской молодежи навязываются чуждые идеи ценности. Пропагандируются идеи вседозволенности, безнравственности, нутрадиционных сексуальных отношений. Напоминаю, мы сейчас научный текст читаем. Ну, вдруг кто-то забыл. А вот сейчас просто приготовьтесь. Наберите в легкие как можно больше воздуха, потому что в ближайшие несколько секунд концентрация слова ценности просто все мыслимые нормы уничтожат. Не говорите, что я вас не предупреждал. Духовно-нравственное развитие будущих психологов в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одной из важнейших составляющих программы, реализация которой позволит психологам в своей профессиональной деятельности опираться на традиционные российские ценности и транслировать их клиенту-пациенту, тем самым участвуя в распространении правильных ценностных ориентиров в нашей стране, продвижении традиционных семейных ценностей и совершать нравственные выборы и нравственные поступки в своей профессиональной деятельности. А если на прием психолога приходит человек, который не особо в современные традиционные ценности вписывается? Например, женщина, которая не хочет детей. Вот не хочешь детей, поэтому и с кукукой проблема. Женщины с детьми к психологу не ходят. Павел, вы такой юморист, боже-боже, продолжайте. Этим людям просто самооценку через колено переломят. Программа предусматривает освоение знаний о ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина Российской Федерации недружественными государствами, в том числе через наполнение общечеловеческих ценностей, закрепленных в соответствующих международных документах, содержанием, противоположным традиционному в Российской Федерации. Курс о ментальных войнах не хотите ли? Содействовать формированию духовно-нравственной личности будущего психолога, способной свободно и ответственно делать нравственный выбор, мыслить, говорить и вести себя в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями. Окей. Выбор вроде свободный, но только в рамках традиционных российских ценностей. Это уже не особо свободой пахнет. Развивать навыки самоанализа и самооценки собственного отношения и поведения, и отношения и поведения клиента на предмет соответствия их традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Угу, компульсивное переедание. А давайте-ка проверим, как это ваше поведение соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям. А давайте бездавайте. Понимать современную ситуацию в мире и попытку подмены традиционных российских ценностей на нетрадиционные западные ценности и уметь обосновывать вредное влияние нетрадиционных ценностей для человека и потерю смыслового содержания традиционных ценностей. У меня от такого дикого количества слова «ценности» в тексте мозг просто отказывается воспринимать хоть что-то. Там либо слово «ценности» на строчке, либо «духовные», либо «вместе». А я точно на приеме у психолога. А вот над какой ситуацией авторы программы предлагают поразмышлять будущим специалистам. Молодая пара нетрадиционной ориентации обратилась к пекарю-христианину для заказа свадебного торта на их свадьбу и попросили украсить торт посланием, поддерживающим гей-культуру. Пекарь отказался выполнять этот заказ. Поразмышляйте над этой ситуацией. Духовные ментальные войны, которые ведутся недружными странами против граждан России путем пропаганды чуждых духовных ценностей, прежде всего религиозных. Пример этому – Украина. Кто-то мог подумать, что курс для психологов может как-то без Украины обойтись? Исторические примеры отступления народов. Исторические примеры. Уважаемые авторы программы… Я уже не помню это название. Что-то там с духовными и ценностями. Может, прежде чем что-то там в вузах вводить, вы бы хотя бы писать грамотно научились? Не? Слишком сложно? Ничего не понятно. Ну как можно, в принципе, понять, какое окончание поставить у прилагательного? Я скажу как. По вопросу. Все предельно просто. Это вам не немецкий язык с их прилагательными. Примеры, как ии, 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 исторические. Русский язык со стоповым. Исторические примеры отступления народов от традиционных духовно-нравственных ценностей и их последствия. Как положительные – принятие христианства, так и отрицательные. Всемирный потоп, Содом и Гомора, современная Украина. Деградация на Западе на современном этапе. Итак, в высшем учебном заведении, в храме науки, так сказать, нам предлагают говорить о всемирном потопе с религиозной точки зрения и Содоме и Гоморе. Сири, как перестать орать чайочкой? Это интересный вопрос. А ответ будет? Я не совсем понимаю. Вот и мы не понимаем. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. А еще было бы неплохо, если бы авторы этого шедевра хотя бы поинтересовались, а как в русском языке название этих городов пишется. Я, по идее, должен уже перестать удивляться вот этому тотальному пофигизму. Но я все еще удивляюсь. Минобор науки еще в конце ноября 2023 года направил руководителям профильных вузов письмо с материалами программы. Но теперь пресс-служба министерства заверила коммерсант, что письмо не является нормативным актом и имеет рекомендательный характер. А, ну, если так. Университеты вправе самостоятельно принять решение о включении или не включении модуля в образовательные программы с учетом направленности образовательных программ и специфики конкретной сферы будущей профессиональной деятельности обучающихся, подчеркнули там. То есть вузы сами могут решить, говорить им о всемирном потопе и Содоме и Гаморе или нет. Вот спасибо-то. Источник коммерсанта в Минобор науки дал понять, что в ведомстве остались недовольны реализацией поручения, а сама программа подготовлена на низком уровне. Да не, вы наговариваете. По-моему, все просто зашибись. Тем не менее, официальный документ, направленный в вузы, необходимо было опубликовать на сайте ФГОСов, объясняет собеседник коммерсанта. Соглашусь, эту красоту было просто необходимо опубликовать. Но вообще, конечно, ситуация, когда все понимают, что это бред, но этот самый бред все равно нужно разместить на официальном всероссийском сайте, это, конечно, 5 баллов. Он заверил, что ответственный за рассылку письма чиновник уже уволен из ведомства. Эта программа на прошлой неделе все еще там красовалась. Я не знаю, может, сейчас уже почистили, но даже после вот этой шумихи, ФГОС, программа, Пожалуйста, вузы, используйте, все проверено. Ну, стандарты, федеральные. На опубликованном документе стоит подпись в РИО директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Миноборнауки Алексея Левченко. Коммерсанту не удалось получить его комментарий. Вот так удивление. А что случилось-то? Где расписаться? А здесь? Нет, читать не буду. И так сойдет. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте палец вверх. Это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм. Там интересные все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boost или Patreon. Там все ролики выходят раньше, без рекламы, и доступен эксклюзивный контент. Сейчас на экранах вы видите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну и отдельная гигантская благодарность отправляется министру просвещения моей странички Boost. Большое-большое спасибо за поддержку. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Содом и Гамора. Кринж.